Привет, зрители! Я сегодня ездила в светофор за одной штуковиной, но эту штуковину, к сожалению, туда больше не приводят. Я её как-то обозревала, мне кажется, в пустых баночках, у меня тут волосина попалась. И, да, помада от Арифлейм от Елены Евпатории. Короче, как бы разочаровал меня светофор, потому что то, что мне раньше очень не нравилось покупать, практически всё пропало. Есть какие-то вещи, но они внезапно дороже, можно по скидке там что-то купить в какой-нибудь даже дикси-пятёрке и магните. Короче, я внезапно увидела одну штуку, ну и так ещё что-то по мелочи купила, и вот сейчас я решила обозреть. Ну, некоторые штуки я уже вскрыла, потому что я приехала дикоголодная, думаю, сейчас побыстренькому запишу, но камера уже разрядилась. Ну, как бы я её когда-то там забыла подзарядить или что-то в этом роде, но она имеет свойство разряжаться. Так, вот шоколад Победа классик, шоколад пористый, молочный, изготовлен по традициям, традиционной русской рецептуре, только лучшие ингредиенты. Мне вообще нравится шоколад от Победы, у неё более, практически всегда, ну, по крайней мере, в привитках шоколада масла пальмы отсутствует. Тут хороший состав. Одну шоколадку я, правда, уже захомячила, начала хомячить. Кусочек шоколадки отваливается. Шоколадки по 65 грамм, хотя выглядят вроде как полноценными, но они как бы курицы, за счёт того они и выглядят полноценными. Кажется, это счастье стоит набор, в общем, я сначала хотела купить, думаю, ну, одна шоколадка, потом что-то так думаю, хрен знает сколько они стоят, и вдруг увидела цену и всё-таки решила взять. Так вот, я редко сейчас шоколад покупаю, как бы я его делаю, но у меня вот чисто так полноценно молочный, пока ещё не выходила, не получала это делать. Я его как бы и редко делаю, мне редко его хочется. Где у нас тут шоколадки? Шоколад Победа Пористый, 69 рублей 50 копеек за набор из трёх штучек, штучка 65 грамм. Мне раньше очень нравился, у Победы был такой шоколад лет 6-7-10, ну, не знаю, вот лет 7 точно назад он ещё продавался в Дикси, я его часто покупала на Ростовской, там, где у нас Дикси. Мы с подругой шли с какой-нибудь там репетиции или встречи этих пиитов наших, ещё там на часовом было какое-то такое, типа как фериал этого Лито, где мы прикладывались, а потом уже не прикладывались. Но суть не в этом, что я всегда заходила в этот магазин, я, если видела, то покупала шоколадка. Победа, сливочный, кажется, шоколад с вишней, я тут загуглила с телефона, она есть вроде как в продаже где-то, но вот на Вайтбрис она в отсутствии, на Азоне она вообще там за полторы тысячи набор в 10 или 20 штук, я что-то не знаю, но мне столько не надо, мне вот парочку шоколадок бы, я помню, я его покупала иногда по две штучки, уже про запас такой, между горьким шоколадом и не совсем горьким, вкусный такой был, жалко, что больше не видно. Ну и я помню, что она вкусная, решила купить. Плюс я ещё знаю, что Победа делает шоколад вот плиточный, хороший, маленькими такими плиточками, вот которые батончики, там уже есть пальма-масло, от той же Победы, для Почты России, там у нас Почта России, но шоколад Победа. В общем, хороший шоколад, так что люди-сладкоежки, если что, вдруг кто-то, если у вас есть светофор в вашем городе, практически 70 рублей за 3 шоколадки, нормально. Тут, конечно, не совсем вот так они по 100 грамм, но эти пористые, они все какие-то такие неполноценные. Так, я ещё купилась, и не поверю зрителей, я давно хочу попробовать пюрешко, искусственно созданное. Ну, в смысле, это картошка растворимая. И вот везде какой-нибудь такой феерический состав, а тут вполне себе ещё более-менее ничего. Да, вот я его тоже вскрыла, я очень хотела есть. Я зафоткала, и потом выложу это всё в Инстаграм. Я подозреваю, что в Инстаграме оно появится раньше, чем в Инстаграме. Оно появится раньше, все эти фоточки, чем ролик на канале. У меня тут куча всего накопилось, но в силу того, что у нас тут команда развалилась, ну, короче, в силу того, что я как-то слегка подустала, я на звук свой текст не могу воспринимать, и вообще текст не могу воспринимать, я могу только вот клинить или тайпить. А монтировать, если только то, где вот уже всё готовое, только заставки вставить. Но у меня что-то таких как-то вроде и нету, всё равно что-то срезать приходится. Короче, там может и не видно, но немножко видно. Вот такое пюрешко, не поверю зрителям, оно стоит вообще буквально копейки какие-то. Пюре картофельное БП, пюрешка, 250 грамм, 33 рубля 60 копеек. Пюре картофельное сухое, производитель Максим Горький Плюс. Тульская область, Чернский район, деревня Поповка, Первая. Короче, в составе у нас тут картофель свежий и эмульгатор Е471. Я загуглила в Яндекс телефона, это какая-то вытяжка из каких-то там моногидрохрензан, гидрохрензан, каких-то кислот, и ещё иногда его делают из натуральных растений и животных, скажем так. Ну, из натуральных ингредиентов, и в основе это типа как бы глицерин. Из глицерина его получают или что-то в этом роде. Но глицерин, если я его не путаю, бывает ещё такой как бы питательный. И какой-то для детей глицерин в таком желе в аптеке продаётся. Года три или четыре назад ты в рекламе видела, то ли у кого-то в телеке в гостях, то ли вообще в сети с компьютера. Так что он как бы ещё меняемый. Ну, судя по тому, что я вот съела буквально полчаса назад это счастье, и меня ещё не покрыло цепью никакой кожной, и не хочется там каких-то странных вещей, и нет желания почесаться и подобное. Ну, короче, нет такого какого-то странного ощущения. Это нормальная Е-400. В общем, эта Е-шка нормальная, скажем так. Так, оно у нас рассчитано на 2,5 килограмма вкусного домашнего пюре за 5 минут. Кстати, ну что такое? Знаете, вкуснее, чем вот эти пюрешки растворимые в саканчиках, там Роллтон и прочие быстринки, если не добавлять туда всякую химию даже. Ну, короче, вкусная пюрешка. Как вот в столовках педа, где картошечку варили, потом водички добавляли, толкушечка толкли, и вот вам пюрешка. Для приготовления одной порции картофельного пюре необходимо 250 либо 300 миллилитров горячей воды. От 75 плюс-минус 10 градусов. Короче, от 65 до 85 градусов. Я практически горячим кипяточком. Профигак. Добавить 40 грамм, это 6 столовых ложек. Сухого картофельного пюре, это у меня было 3 столовых ложки с горкой. Тщательно перемешать. Добавить по вкусу сливочное масло, соль, специи, накрыть крышкой и настоять 5 минут. Приятного аппетита. Живёт оно вот. В общем, вот такая штука, довольно вкусная. Пока она настаивалась, я по приложеньке японским занималась. У меня как раз сейчас 5-минутная приложенька, раз в 10 часов можно позвоняться японским языком. Вот такая штуковинка. Вкусная пюрешка, зритель, внезапно. Ещё при этом в светофоре. Но это те вещи, без которых я как бы могу спокойно прожить. У меня есть как бы ещё картошка садовая. Но суть такая, что мне очень давно хотелось, наверное, лет 5 подряд, хотелось купить какой-нибудь такой пакетик, вот пюрешек вот этих. Но я брала, и там куча всякого. Е, пальма, масло и чёрное чё. А тут тнулась, я думаю, вау! А что бы не взять? И взяла. Так, я ещё, кстати, взяла внезапно губочки Латчиста, Карнавал Чистоты, Прима. 10 штук губки для мытья посуды. У меня как бы есть губки для мытья посуды. Я вчера разбиралась и нашла одну упаковку из 5 штук. Там 2 осталось. И другую упаковку вскрытую, которую я как бы осознанно скрывала. Там 3 осталось, а ещё упаковочка в 5 штук. Короче, у меня этих 20 губок для мытья посуды. Можно хоть замыться. А губки, они такие. Вот вечно момент какой-то бывает, что они закончились, а посуду мыть нечем. Или ещё что-то помыть нечем. А их нету. Так, где у нас тут эти губки? 16 рублей 90 копеек. Короче, 17 рублей упаковка за 10 штук. Нормально. Я последний раз покупала за 14 рублей 5 штучек пятёрковскую вот эту иконту. Кстати, вот эта иконта пятёрковская, она очень хорошая на самом деле. Всякие вот эти несъедобные вещи от иконты. Я не знаю, может есть какая-нибудь иконта у них съедобная. Но вот эта бытовая химия и прочее там подобное. Очень даже хорошая. Мешки для мусора от иконты хорошие. Так, что у меня тут? Я купила все тапочки. В принципе, их для гостей. Они 37 размера. Последние там были. Ну, вообще, только такие. Не увидела больше никаких. Вот, тапочки розовые. Ну, у меня как бы есть тапочки. Хорошо тут так бы прошитые, нормально так. Вот. А придёт ко мне, допустим, два человека каких-нибудь. А у меня и тапочек-то только на одного. Мои, ну, те, которые на мне, и ещё как бы тапочки, да. А тут, допустим, если вдруг случится два человека, то у каждого будут свои тапочки. Тапочки для гостей. Не поверю, зрители, они какие-то дофига бюджетные. А когда к кассе подходила, думаю, сколько хоть эти тапочки стоят. Там цены-то как бы не было. И мне вручную их набивали, потому что, видимо, они уже совсем подзакончились. А тапочки-то стоят, женские тапочки, 84 рубля 50 копеек. Так что, зрители, если в другом светофоре есть вот что-то подобное, были тапочки, тапочки лишними не бывают. Так, и чё у меня тут ещё-то? Ой-ой-ой, фото испужался. Я уже у кассы увидела, я как бы редко ем отец хлопушки, завтраки, нэнсквики и так далее. Но стараюсь, если покупаю, то стараюсь нэнсквик покупать. У него всё-таки более-менее меняемый состав. Если он идёт по скидке. Потому что какая-нибудь дешёвая фигня из того же магнита, она, ну, иногда там какое-то странное. Иногда там масло... Не, конечно, по большей части вот это цепалочки кукурузные. Там масло нормальное. Но иногда там бывает какой-то странный составляющий, что как-то уже всё желание отпадает. Не то, что покупать, даже кушать их. Короче, зритель, лови момент. Я думаю, это не только в нашем светофоре. Сейчас я найду эту штуку. Там, где-то тут. Готовый шоколадный завтрак нэнсквик. Две коробочки в спайке. Две по 500 грамм. 148 рублей 90 копеек. Вот. Я сначала подумала, у меня же есть козье молоко. Думаю, может это... Замутить вот эту штуку завтрак этот нэнсквик. Я, по-моему, его кверх ногами держу, да? Да, я его козь ногами, кажется, держу. Вот. А потом думала, пюрешка. Я так давно хотела эту пюрешку попробовать. Ну, не именно эту вообще. И я решила, что лучше пусть будет пюрешка. Пюрешка, кстати, живёт год. И она 20 ноября создана этого года. То есть, до 20 ноября следующего года может жить. Наш нэнсквик, кстати, тоже где-то тут находила эту дату жизни. Он 12 октября создан. И до 7 октября следующего года может жить. Вполне себе. Мне-то, я думаю, прилично, как хватит. Может, даже в деревню получится взять эту коробочку на следующий год. Хотя, я не зарекаюсь. Мне тут как-то перепало. Ну, подогнали мне упаковочку нэнсквика. И я её так... То ли анима какое-то смотрела, то ли я редачила. А, я цветок переводила, последнюю экстру. Последнюю главу, в смысле. Ещё когда мы вроде как не совсем распались. И был шанс, что мы ещё как-то будем жить. Но в день, когда мы всё-таки распались. Короче говоря, я сидела, хомячила по умолчанию как-то так, не глядя эти хлопушки. Ну, мы сейчас немножко пожую, и шахоладные хлопушки. Нэсквик, там такие буковки, алфавит какой-то. А потом с молоком зафигачу. И пока переводила цветок, не заметила, как захомячила всю эту упаковочку малюсенькую. Короче, так что не вариант. Может быть, я захомячу за полгода. Может быть, у меня хватит и на деревню одной коробочки. И сейчас. Ещё две штуки, зритель. Одна там... Так, периодически у них там бывают хорошие полотенки. Набор полотенок с 5 штук, 35 на 60, 100% хлопок. Изготовлено в этом году, сделано в России. Текстильная компания «Русский дом Иваново». Внезапно. Вот такие замечательные вафельные полотенечки. Русский хом. Русский текстиль. Красивые. Я так поняла, что они тут с эльфилевой башней, с маками или розами, хрен знает что это. И с велосипедиками. Или это разные, или они одинаковые, или они похожие друг на друга, хрен знает. Но слушай, зрители, вот будет 8 марта. Ты готовишь, допустим, подарки какие-то своим близким женского пола родственникам или друзьям, подругам, да? И можно по набору полотенечек подарить. А можно раздерябить и просто бонусом. Ну, полотенечко для кухни, оно лишним никогда не бывает. Тут у меня нестабильно как-то идут, вход постоянно. Хотя у меня там год назад мне подарили новое полотенечко, оно практически год жило. Прежде чем, ну, наборчик такой был, деревянная лопаточка, вот фигачить эту еду по сковороде, которую нельзя другой лопаточкой, кроме как деревянной силиконовой или ещё какой-то там пластиковой. И полотенечко очень красивое. И на это полотенечко у меня руки дошли почти только через год. Ну, слушай, ну полотенечки, зрители, это вообще кайф. И сейчас скажу тебе вообще какая-то смехотворная цена на них. Набор этих полотенечек 76 рублей. Причём, когда я смотрела, там как бы была цена такая 90, что ли, 4 рубля или 84 рубля. Но, видимо, это была цена за какой-то другой набор. Так как я увидела только одни полотенечки. Я взяла, думаю, а, 100 рублей, чё там, 5 штук 100 рублей, по 20 рублей за полотенечко. Фигня. А тут оказалось 76 рублей, вот прям на кассе, вот на чеке. Так что 76 рублей за 5 полотенечков. Из хлопка вафельных, размером 35 на 60, это вообще, что ли, не даром. Ну и самая-то штука, из-за которой я решила сделать обзор, так там купила. Ну, чё обозревать, тут вроде ничего такого супер нового, интересного нету. Я когда выбирала Мольберт, да-да, тут самый ролик, который всё никак не смонтируется. Мольберт по правой руке от меня лежит, его я не знаю, видно тут или нет. Вот эта чёрная штучка, это он. И холстик на Вайтбрис, то я видела такой набор, там, значит, детский набор, там прям всё. Я на Озоново видела, и что-то они не полторы ли тысячи стоили. А тут я что-то увидела, я тут такой, ну, какая-то фигня, думаю, коробочка какая-то, наверное, с конфетками. Ну, о чём Лёля может подумать? Коробочка с конфетками, да? Написано, набор для рисования, 150 предметов для детей от 6 лет. Не токсично. Ну, я как раз дитя от 6 лет, у меня тут подруга в гостях была в прошлое воскресенье, смотрит на меня, Лёля, у тебя грудь начала расти, да ты взрослешь, никак, мне 36. Ну, я так подумала, что раз мне 36, то я вполне себе уже подхожу для этого возраста, для набора для детей от 6 лет. И вот, точно такой же практически по наполняемости набор для детей от 6 лет. Вот можно вот так нести, вот так вынесла. Вот тут на кнопочку закрывается, тут скотчем присобачено. Не поверишь зрителю, сколько это сейчас стоит, сейчас я тебе продиктую, что тут у нас есть. Набор входит, там один открытый был, женщина одна подошла, я говорю, слушайте, она что-то так смотрит, он говорит, ой, интересно, а он, ну, цена, я говорю, вот такая-то цена, тебе тоже скоро расскажу, если ты ролик-то когда-то смотришь, и она типа, да, я говорю, знаете, на Вайсберес, по-моему, это тысячи полторы стоило. Говорит, ну, круто, типа, надо проверить, может, оно и не пишет, но она там открытый был, она проверила всё, заклеила и дальше взяла, собрала там всё. Я решила, что если маркеры, фломастеры могут не писать, ну, там каким-то раньше, помню, эти фломастеры, я сейчас случайно ей шарахнула по штативу, пардон, зрители, если вдруг камера вдруг вздрогнула. Короче, я помню, мы каким-то одеколоном раньше разбавляли фломастеры, если они пересыхали в моём, как бы, детстве. А другие, это они, как бы, им ни холодно, ни жарко, они уже, ну, не могут мне не писать, потому что тут 36 маркеров, 24 восковых мелка, у меня есть несколько мелков где-то там на дне сибирских руд, под кроватью в ящиках, может, ещё где-то. 24 мелков масляной постели, ой, как я её ненавидела в художке, один раз мне пришлось ей порисовать, она осыпалась, она мне так не нравилась, но потом я что-то думала, ну, можно же ей дать шанс, да? Ага, сейчас, ну, раз уж она тут есть, да ещё за такие деньги вообще. 24 цветных карандашей, у меня есть хорошие цветные карандаши, которые мне прислала в какой-то поменяшке Алена О, у неё был раньше канал, сейчас она, по-моему, я не знаю, как она называется, она очень часто меняет название канала, я просто не успеваю за ней. Она на меня то подписывается вконтакте, то отписывается, ну, есть у меня такие зрители, которые до сих пор 5 с лишним лет на меня то подписываются, то отписываются. Алена Овсянникова, короче, она занимается вышивкой, в общем, и буккроссингом, кажется, а не, не буккроссингом, вот эти, тоже какой-то кроссинг с открытками. Короче говоря, что я про неё вообще вспомнила-то? А, она мне подарила, ну, в какой-то поменяшке очень хорошие цветные карандашики, там ещё была какая-то раскраска по номерам или что-то в этом роде, я вообще эти раскраски нифига не догоняла, я тогда, помню, в команду во флудилку написала, говорю, девчонки, мне такую штуку подарили. Говорю, ну, может, кто-то этим увлекается, вообще, что с ней делать? Оказалось, увлекался наш, мне скинули по блату адрес, человек, который скинул, насколько мне известно, потом личку досталось после того, как это получили, я почтой отправила эту штуку, думаю, ну, хоть кому-то радость от этой штуки, я даже не помню, что там на хрень была. Ой, Алена, если ты это увидишь, только не расстраивайся, ладно? Я думаю, тебе тоже не всегда попадало, нравилось то, что тебе в поменяшках присылали. Короче, ну и, ну, за штуку спасибо, человеку такую любит, я думаю, что там вообще очень к месту ушла. Тут у нас 20 скрепок, хоть я тут на днях как-то или в месяцах, ну, в общем, в этом году осенью, где-то на месяцах, скажем так, не на днях, на месяцах, на неделе где-то купила упаковочку за 19, что ли, рублей, скрепочки, или за 35, хрен знает, они у меня где-то там лежат. Ну, тупо надо скрепочки, потому что как-то вот собираешь их по запчастям оставшиеся, чтобы какой-нибудь пакетик скрепить. Вот тут у меня, помню, что у меня были скрепочки, куда-то я их стунула, но у меня в итоге оно большой скрепочкой засунуто. Большую скрепочку я вообще нашла, когда вещи разбирала от бабушки ещё в той квартире. Ещё за полтора, наверное, года до переезда. Короче, тут 20 скрепочек, 12 акварельных красок. Конечно, тут акварельные краски, это не ленинградские, вот эти суперские акварельные краски, у меня, кстати, они где-то есть, лежат, у меня вообще куча всяких акварелях. Это, скорее всего, какие-нибудь медовые акварельные краски. Ну, просто я помню, под чём я покупала, заказывала на каком-то сайте эти ленинградские краски, ну, знаете, в таких квадратиках, там ещё как-то они, ну, такие вот ленинградские краски, ленинградская акварель, вообще, самое шикарное считается, да. Она столько стоит не может, тем более сейчас, я не знаю, сколько она стоит, она тогда-то столько не стоила. Один простой карандаш, одна кисточка, одна палитра, один степлер, у меня как бы есть степлер, даже, по-моему, две штуки, одни ножницы, и ножницы у меня есть, ну, как бы лишними не будут, да. Одна точилка, одна губочка, один клей, одна линейка, один ластик, вообще офигеть. Так, сделано у нас, а кто делал-то? А, это делано в Китае. Ну, импортер в России, Востокэкспорт. Ну, да, у нас много чего сейчас делается. Да-да, это по-любому уже не ленинградская акварель, как ты понимаешь, зритель. Ну, короче, в общем, вот, я что-то так подумала, думаю, а что это? Ну, я же тебе не говорю, сколько это счастье стоит, зритель, я надеюсь, ты сидишь. Фиговина-то где? Набор для рисования 150 предметов, 223 рубля 10 копеек. Я подумала, даже если эти фломастеры нифига не пишут, мелки-то точно пишут, но сама вот эта штука, сама суть, что вот такой наборчик, короче, креп, с кнопочком. Я сначала, ну, как бы увидела одну, там кнопочка была такая внутри вдавлена, а тут, вот, сейчас мы тут этот скотч чем-нибудь цепанем чем-нибудь, накем, чтоб открыть. Мне тут в каком-то комменте написали, что мои ролики не АСМРного Тима более АСМРные, чем те, которые АСМРные. Ну, наверное, так и есть, я как бы не догоняю этот АСМР в любом виде. Ну, если что, чуваки, я не специально, если этот ролик, грубо говоря, тоже будет АСМРным. Да, еще в Светокуре такая унылая, попсовая, иногда допотопная музыка в минорных тонах. Я так и не поняла, то ли они хотят, чтобы их зрители, вот зрители, блин, как их там, покупатели отдали богам души, придя в их магазин, то ли они все-таки хотят это продать, все это. Если они хотят это продать, то зачем они этот ужас? Вот у нас вот, я как бы уже отошла от того момента, что мы разошлись, я даже поняла, что у нас другого выхода бы не было, что вот, ну, если только, конечно, люди потом отдохнут через полгода. Точнее, такая тема, если вот я там уезжала в деревню, говорила, ну, недели две-три меня не будет, да, вот это. Я потом приеду, дам перевод, дам редакт, все такое. А если ты управляешь командой, то на недели две-три свалить уже как-то, ну, не получится. Так что это нормальный исход в этой ситуации. Так, я тут так открываю, оно немножко выпадает. О, оно выпало, сейчас я обратно засунду, что это? Выпал вот этот маленький, видимо, маркер, что ли, хрен его знает. Как бы тебе показать-то, зритель, такая, ты откуда отвалилась. Слушай, тут даже какие-то кнопочки, они, наверное, тоже как-то к чему-то крепятся. Слушай, как тут все прикольно-то, блин. Я, конечно, это видела, но когда смотришь на это еще раз... Я даже не знаю, зритель, как тебе показать-то, чтобы оно... И ты увидела, ты и в камеру влезла. Я, наверное, потом камеру просто наведу на это счастье. Вон тут пакетик со скрепочками. Ластик, у меня есть, в принципе, ластик. Это, видимо, клей, линеечка. Так, а что за нахрен? Кисточка и карандашик, походу, дело. Акварелька. Малюсенький степлерик. У меня была тащилка мотоциклик, типа Валентина Россия, так от нее тащилась, ей лет 10 с лишним было. Я ее, кажется, покупала еще, когда была в этой тусовке мотоциклетной в 2004 году. Но она, по-моему, не пережила переезда, или пережила, она умерла уже тут. Короче, умерла. У меня осталась только одна тащилочка. Может, конечно, это хреновенькая пастель. Я уж не помню, как эта пастель должна выглядеть. Но, блин, она так прикольно смотрится. Ну, короче, во мне проснулся художник. И этот художник сказал, Люль, давай возьмем, а? Он так над душой стал стоять, такой маленький художественный ребенок. Маленькие какие ножинки-то, ешкин кот. И я решила, что, ну, а что бы и нет. К тому же у меня, как бы, такая трагедия века. Я, как истинный, слава богу, не ожидала, что мы собираемся. Ну, я не замечала, что у нас идет процесс уже такой, что, ну, как бы, я по себе видела, что я чисто по себе сдавала раз в две недели, иногда раз в три недели. У нас был такой регламент, уже потом Вика ввела, что проект даешь раз в две недели минимум. У меня, конечно, про запас там было и переводы, и редакт. Но если бы было, как бы, больше проектов, или как-то мы чаще эти проекты два моих вырелизили, те, в которых я была задействовала, я бы почаще сдавала, наверное. Но суть такая, что, как бы, слушай, тут зритель, что, а тут на эту скрепочку, а когда скрепочку-то брать? Скрепочку тогда брать, как его тогда захреплять? Печать вселенская. И китайцы вы не предусмотрели эту штуку, как его? А может, туда обычные скрепочки какие-нибудь влезут? Как вообще его делать-то? Нечего, некего, некего. Ладно, хрец, у меня где-то есть скрепочки. Короче, я, как истинный славопок, не замечала процесс того, что действительно, там, у нас первый переводчик уже практически не появлялся. Редакты, которые давно некоторые не сдавали, стали сдавать еще более реже. Короче, у меня трагедия века. Я это очень переживала, весь этот процесс. Целых два с половиной дня. У меня подобный раз такое было, когда я перестала общаться с одной знакомой девчонкой. Ну, она не настолько была ценной, скажем так, как друг. Но суть такая, что я поняла, что мне надо что-то такое купить, чтобы оно меня порадовало. Так вот, зритель, я сейчас с тобой, наверное, попрощаюсь, но потом будет по скриптум, я тебе просто камеру наведу на это все. Вот такая вот хрень у меня из светофора. Еще, наверное, раз напомню, цена этой хрени аж 223 рубля и 10 копеек. Пока, зритель, жди обзор вот этой, точнее, ну, вид вот этого всего. Как и обещала, показать полноценно, как оно выглядит. Да-да, это тот самый по скриптум. Линеечка. Там кисточка, карандашик, пластик, клей, скрепочки, акварелька, точилочка, малюсенькие ноженки, вот эта фигня. Я вообще не знаю, нахрена губочка. А, может, для растушевки я-то ватку обычно использую. Крандашики, мелки, пастелька. Но я булькнула. Короче, теперь точно тебе показывайте. Не забудь поставить палец кверху.